Добрейшего времени суток! Сегодня я вам покажу вот такое вот дерево. Оно только-только начинает распускаться. Честно говоря, не знаю, что это за дерево. Оно уже было в некоторых выпусках моих, в некоторых видео, да? Но что именно за дерево, я сказать вам не могу пока что, потому что так и не определил его название, да? Но что я хочу вам сказать? Что сейчас я попробую с ним что-то сделать. Я покажу вам, как медленно мы начнем удалять корень, вот этот вот, который мешает, да? Вы можете его видеть. И чтобы не повредить, да, растению. И в дальнейшем уже посмотрим, что можно с ним вообще сделать и какое у него будет будущее. Погнали! Так, я приблизил к кроне, точнее, к жалкому подобию кроны, потому что здесь, на самом деле, это вообще как бы и не особо-то есть, что можно назвать кроной. Так, давайте мы используем старенькую вот эту проволоку. Мне жалко ее выкидывать. Нужно быть очень осторожным, потому что я помню, что это дерево, оно было очень хрупким. И чтобы ничего не сломать, нужно быть очень-очень аккуратным и осторожным, потому что веточек у него и так мало, и сломать что-то я абсолютно не хочу. Поэтому будем максимально аккуратно все делать, блядь. Черт. Так, окей. Вроде как все. Чуть-чуть ее наклоню. Больше не буду наклонять. Окей. Итак. Здесь вот нужно обрезать. Так, 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 так. Это вот дерево, кстати говоря, появлялось в видео про врастание проволоки. И что делать, если у вас на дереве проволока вросла. Поэтому, если вам будет интересно, вы можете поискать меня на канале и обязательно найдете про врастание проволоки. Далее, что я хочу здесь посмотреть. Есть некоторые побеги у него, которые очень сильно выросли. Мне этого абсолютно не надо, поэтому я сейчас, конечно же, их подрежу у кончиков, чтобы они дальше не росли. Так. Даже, наверное, посильнее обрежу. Окей. С этим деревом я хочу что-нибудь на самом деле сделать, потому что оно довольно-таки красивое. Я не знаю, что именно с ним можно сделать в плане того, что фруктовое оно или нет, цветущее оно или нет, потому что оно у меня никогда не цвело. И, честно говоря, я даже не представляю, цветет оно или нет. Вот. Удалим здесь засохшую ветку. Отлично. Засохшие ветки, они... Можете их не сразу удалять. Лучше подождите, чтобы уже точно убедиться, что ветка засохла, и тогда уже точно только удаляйте. И то иногда может показаться, что ветка засохла, а на самом-то деле она и не засохшая, а просто с ней что-то случилось, что рост новых веточек, новых листиков на ней замедлился. В общем, такое бывает. Не на всех деревьях, но бывает. Поэтому лучше всего, конечно же, как-то это всё контролировать. Итак, сейчас, наверное, я ничего больше с ним делать не буду. Что я хотел вас попросить. Если вы знаете, что это вообще за дерево, то напишите его название в комментариях, потому что я пытался найти его в интернете, но никаких признаков, так скажем, названия его я так и не нашёл. Из-за этого я вот и как раз хотел вам его ещё разок показать. И, в принципе, хотел вам показать, в каком оно состоянии сейчас находится. Сейчас я его сильно удобрю, чтобы оно было хорошо удобрено. Буквально минуточку, и мы вернёмся. Итак, у меня есть большое количество уже промокших, и, так скажем, плесневелых кусков удобрения, поэтому я как раз-таки их в первую очередь и использую. В принципе, они могут так храниться и дальше, но, не знаю, как-то эстетически мне не особо нравится, поэтому я сейчас не добавлю. Добавляю я всегда анагокору, потому что Акадама и Кирюзуна, смесь, которую я использую, да, земли, самая лучшая, на мой взгляд, как я опять же повторюсь, она уже питательна и богата веществами питательными, да. Я просто хочу добавить немного для того, чтобы вот этим летом растение могло очень хорошо вырасти и максимально дать количество новых побегов, потому что с новыми побегами у неё вообще всё плохо, и дерево, ну, очень бедно выглядит, так скажем, выглядит больным, но на самом-то деле оно, конечно же, не больное, и никакой проблемы с ним нет. Итак, положил я удобрения, наверное, я положу ещё немного маленьких кусочек вот таких, так, хочу я удобрить прямо сильно-сильно, чтобы был максимальный рост дерева. Окей. Почему я удобряю так много? Потому что я не боюсь того, что это удобрение обожжёт корни. Во-первых, оно полностью натуральное, во-вторых, оно медленно освобождается. Оно начнёт действовать только, ну, дней через 15, а то и 20 после того, как я его добавлю, понимаете. Оно будет очень медленно-медленно давать полезные, понимаете, вещества в почву, и дерево само будет брать всё, что ему нужно, а не так, знаете, насиловать дерево, когда просто вы наливаете вот жидкие удобрения, да, ещё к тому же наливаете, скорее всего, в количестве, которое, ну, превышает нормальную дозу. Поэтому, как бы, ну, я не сторонник абсолютно ни в каком виде жидких удобрений. Вот. Лучше посмотрите у меня на канале, можно сделать, я показываю, как сделать удобрение домашнее, точно такое же, как покупное, но оно будет очень здорово помогать вашему растению и медленно освобождать, а не просто вот как раз-таки заливать его и убивать ваше растение. Итак, добавил я всё, давайте сейчас я налью воды, и мы всё это, конечно же, польём. Практически все растения, которые, я, знаете, вот, держу на этом вот, так скажем, кругу для бонсаи, да, который я купил, кстати говоря, на Алиэкспрессе, я их все практически поливаю с помощью спрея. Я люблю поливать вот именно, знаете, так скажем, точечно, детально. Мои бонсаи, и из-за этого, как вот, спрей самый подходящий вариант. Нужно очень хорошо пропитать эти вот удобрения, потому что они находятся в сухом виде и начинают действовать только когда, ну, напитываются влаги и находятся постоянно во влажной почве, что, кстати, очень хорошо, вот эти вот удобрения очень хорошо комбинируются с акадамой, да, из-за того, что акадама лучше, ну, блин, я не знаю, лучше всего, наверное, удерживает влагу, да, но и тем временем даёт корням дышать, поэтому это здорово, и, ну, это вот удобрение, оно всегда-всегда остаётся влажным, и процесс распада, так скажем, намного более быстро и хорошо проходит, нежели чем в других почвах. Я, кстати, тоже, ну, как вам сказать, испытывал, да, проводил испытания, и я думаю, ещё раз я это сделаю на канале, но немного позже. Вот, надо очень хорошо пропитать, чтобы каждое удобрение пропиталось влагой, ну, и потом просто уже останется просто поддерживать, так скажем, влажную почву, чтобы влага поступала в удобрение, как и снизу, так и сверху, чтобы оно равномерно было всегда мокрым, влажным, и чтобы всё это дело пропитывалось отлично, хорошо и здорово. Вот. Отлично. В принципе, в принципе, в принципе, пока что всё. Я закончил. Также вы, кстати, когда поливаете вот спреем, да, то пока вода летит, она обогащается кислородом из воздуха, и это, конечно, тоже здорово. Но это такое, прямо, знаете, минимальный плюс полива спреем, потому что если у вас много деревьев, то тем более, ну, если у вас быстро они сохнут, то спреем поливать вы просто устанете, и это, знаете, такое плюс очень уж мистический, какой-то мифический, что там, типа, пока вы поливаете, пока вода летит, она там через кислород пролетает. Ну, это такое, знаете, это скорее просто выдумка, чем реальность. Но всё равно приятно, поэтому я это делаю. Вот. Я практически все свои маленькие деревья всегда поливаю спреем, потому что так ты можешь контролировать, куда ты полил, сколько ты в определённую зону полил. К примеру, если вы выращиваете мох, то лучше всего поливать спреем, потому что вы можете регулировать вот именно полив, в какую зону полить больше, в какую зону полить меньше, и так далее. Вот так, я думаю, что, в принципе, уже все удобрения хорошо пропитаны. Теперь я каждый день буду поливать утром и вечером его, тоже каждый шарик удобрения, да, и уже через месяц примерно начнут будут появляться, так скажем, результаты моего удобрения, да. результаты того, что я уже удобрил, да. Кстати говоря, вот тут вы, наверное, плохо увидите, не сможете увидеть, но здесь появляется мох, маленький-маленький кусочек муха, вот тут ещё тоже маленький кусочек, поэтому сейчас очень важно и очень нужно удерживать влагу на земле, чтобы этот мох мог развиваться. В конце концов, я надеюсь, что я за лето смогу вырастить вот как раз-таки полноценный мох, и это будет всё выглядеть, как полянка такая, с травой зелёной. Но не знаю, насколько это получится, потому что в Испании очень много солнца, и, в принципе, поливать я могу только утром и вечером, не могу поливать чаще, а хотелось бы, но, как вы можете заметить, это не всегда получается. Так, всё. Всё, я это дело полил. Отлично. Растение удобрено. Я растение также подстриг, также я его немного проволоки добавил. И теперь будем ждать, как оно начнёт расти. Насколько я понял, что это дерево растёт кончиками, точнее, чтобы добиться какого-то роста вот с других сторон, так скажем, с других концов ствола, мне кажется, невозможно. В том смысле, что дерево растёт только кончиками. Ну, попробуем подрезать все кончики, посмотрим вообще, что... Давайте реально, кстати, это сделаем. Все кончики обрежем. Хотя у меня создаётся такой фигурт, впечатление, что это совершенно... Это дерево растёт не кончиками, а просто оно развивает как раз-таки такой побег длинный, и из него уже растут листики. Точнее, каждый побег это как листик получается. Вот. Не знаю. В общем, надо за этим деревом наблюдать, надо за ним смотреть. И, конечно же, я буду ещё и искать в интернете. И если найду, то я обязательно вам сообщу, как это дерево называется, потому что оно довольно-таки интересное. В конце ролика вы увидите его поближе, поэтому досмотрите, пожалуйста, до конца. Ну что ж, на этом всё. Я думаю, что сейчас я только покажу вам, как убирать корень медленно, да, для этого... Сейчас я быстро проверю, видно, не видно на камере. И если всё видно, то я вам сейчас буквально это и покажу. Смотрите, берём любые щипчики, но лучше всего, конечно же, такие вот для бонсай, да. Если у вас есть корень, который вам не нужен, к примеру, вот как вот этот, да, то вы его можете удалять медленно. Почему его нужно удалять медленно? Потому что этот корень питает дерево, да? Получается, что если вы его сейчас обрежете, то какая-то часть дерева, возможно, засохнет. К примеру, вот эта ветка или эта, или ещё какая-то. Потому что этот корень питает какую-то определённую часть дерева, да? И из-за этого его отрезать сразу нельзя. Поэтому, что мы делаем? Мы делаем просто, уберем этот корень и отрываем от него небольшой кусок. Отрываем кусок и оставляем. Все, как бы на этом все. На этом мы закончили. И теперь в течение месяца, каждый месяц, мы будем отрезать еще маленький кусочек. И каждый месяц, пока этот корень вообще полностью не отвалится, мы будем отрезать кусочек, кусочек, кусочек. Один раз, один вот такой вот укус, так скажем, в течение каждого месяца. И у нас получится, что примерно за полгода, может быть, за 8 месяцев, мы полностью избавимся от этого корня без вреда растению. Потому что растение сейчас получило здесь травму, оно сейчас это заживит, но уже, так скажем, будет получать меньше влаги через этот корень. Просто из-за того, что на данный момент он стал меньше. И сейчас оно будет развивать более сильную корневую систему с другой стороны. Поэтому в следующем месяце мы еще чуть-чуть отрежем. Там сейчас май, значит мы в июне отрежем, потом в июле отрежем, потом в августе отрежем. И к сентябрю, октябрю уже не надо будет ничего отрезать, потому что мы полностью съедим как бы вот этот корень. И при следующей пересадке мы просто отделим вот этот маленький кусочек, который останется, да, и выкинем его. И останется вся остальная корневая система, которая нам так нужна. Так что такие дела. С вами был Дима. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, оно вам полезно чем-то было. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч. Всем пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok